Объединение удивительные факты представляет Зажигая потухший огонь реформации Автор презентации профессор Вальтер Вейст Автор презентации профессора Автор презентации профессора Автор презентации профессора Название темы «Наследие Израиля» Я искренне рад видеть вас всех сегодня вечером. Мы также хотим поприветствовать тех, кто смотрит нас через интернет. Сегодня у нас такая тема, которая создает много разных волнений в этом мире. Мы будем говорить об этой современной тенденции. Сегодня мы будем размышлять о «Наследии Израиля». Эта тема, по сути, пленила практически весь мир. Каждый тем или иным образом причастен к «Наследию Израиля». В этом движении существует много-много подгрупп под названием «Движение Израиля». Мы, конечно же, не можем рассмотреть все аспекты, потому что одни верят так, другие верят чуть-чуть иначе, поэтому получается смесь. Существует также мессианский иудаизм, а также другие виды иудаизма, связанные с этим. Это сложная тема, поэтому мы попробуем подчеркнуть только самое главное. Послание Римлянам, 11 глава, 26 текст. «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Зиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Этот и подобные ему тексты стали основой веры в то, что Израиль – это определенная группа людей, людей обетования, и эта группа людей обетования никогда не изменялась. Поэтому необходимо сделать все зависящее от вас, чтобы стать частью этой группы обетования, или, как некоторые считают, вы можете быть членом этой группы только по причине вашего рождения. Итак, в мире существуют разные понятия по этому вопросу. Но главное то, что если вы являетесь частью этой группы, вы спасены. И приверженцы некоторых направлений, причастных к диспенсационизму, верят в то, что перед пришествием Христа народы обратятся, и они получат второй шанс. Существует много разных философий. И так, весь Израиль спасется, как написано. «Придет от всего на Избавителя и отвратит нечестие от Иакова». Некоторые даже защищают учения, которые носят название «универсализм», согласно которому каждый будет спасен. Римлянам 10 глава, 1 текст. «Братья». Здесь Павел обращается к церкви. «Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле – воспасение». Итак, над вопросом спасения всего Израиля появляется знак вопроса. Вы знаете, Библия – это чудесная книга. Библия имеет то, что называется «дихотомией истины». Существуют такие места в Библии, которые, как на первый взгляд кажется, противоречат друг другу, но на самом деле они не противоречивы. Известный пример этому слова – «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Тот, кто говорит, что нет в нем греха, лжец и нет в нем правды. Это пример дихотомии истины. Эти два текста говорят о совершенно противоположном. И эти тексты никогда не сойдутся в одной точке. Они сольются только во Христе. Во Христе оба эти утверждения верны, потому что во Христе я могу быть совершенным в своей сфере, так как совершен Отец Небесный в своей сфере. Я покрытый Его праведностью, наделенной и вменяемой мне праведностью. Итак, только в нем возможно утверждение первого текста. Но во мне самом нет доброго ничего. Итак, оба текста являются истинными во Христе. Поэтому здесь эти утверждения абсолютно верны. Все, кто является частью истинного Божьего Израиля, будут спасены. И это факт. И Павел молится, чтобы весь Израиль был спасен. Итак, существует буквальный Израиль, о котором мы можем молиться, чтобы он был спасен. Но существует другой Израиль, который является неотъемлемой частью этого вопроса. И нам необходимо знать, кто этот Израиль, потому что это важный вопрос. Протягивая руку дружбы иудаизму. Это первая попытка прежнего Папы приобщить иудаизм к иудейско-христианской культуре. Исторический визит Папы Иоанна Павла II в Большую Синагогу Рима 13 апреля 1986 года, во время которого он подтвердил, завет Бога с евреями является неизменным. Итак, завет является неизменным для буквального еврейского народа. Другими словами, буквальный Израиль имеет завет, который будет исполнен. Он проповедует такое же богословие, обращаясь ко всем динаминациям нашей планеты. Это является диспенсационализмом. Диспенсационализм пропагандирует, что каждый период времени имеет свой Божий замысел. Согласно этой теологии, на протяжении веков Бог применял большое разнообразие методов, чтобы спасти мир. Итак, мы имеем диспенсацию закона Моисеева, когда дело касается евреев, и каждый должен соблюдать этот закон и спасался соблюдением закона. А мы с вами, по Божьему замыслу, сейчас находимся под благодатью, и нет больше закона. Итак, мы имеем два набора критериев, необходимых для спасения. Но Иисус Христос один и тот же сегодня, и вчера, и навеки. Вот возникает проблема. Является ли Бог переменчивым, имеющим один набор критериев спасения для этого поколения, а другой набор критериев спасения для другого поколения? И если прошлые поколения имели только одну возможность принять решение, тогда разве может поколение последнего времени иметь две возможности принять спасение? И будет ли иметь возможность для обращения каждого, тогда каждый будет спасен? Это произвольное мышление. А Бог и случайность несовместимы, ведь Бог тот же вчера, сегодня и вечно. Спасение всегда осуществлялось кровью Агонца с самого начала и до конца. Адам и Ева не были спасены ничем иным, кроме крови Агонца. Шкуры, которые они надели на себя, были сняты с жертвенного животного, указывающего на Агонца Божьего, который придет и возьмет на себя грехи мира. В истории Каина и Авеля, как они были спасены? Только кровью Агонца. Авель понял это, поэтому его жертва была принята. А Каин сказал, нет, я сделаю это своими делами. Но не существует спасения по делам. Вы не можете спастись по делам. Итак, с самого начала существовало две группы людей. Спасение по делам и спасение по благодати. Спасение по благодати, как мы обсудили это ранее, подразумевает, что закон был нарушен. Иначе не было бы необходимости в благодати. Итак, завет Бога с еврейским народом является неизменным. Так сказал Папа. А как насчет нового завета? Или сейчас существует два завета? Один новый завет, второй завет с евреями. Разве у нас сегодня два новых завета? Цитата. Иудейская религия не является чуждой для нас, но в какой-то мере является внутренней для нашей религии. Следовательно, сказал Папа, у нас с иудаизмом есть такие отношения, которых у нас нет с другими религиями. Я не имею проблем с тем фактом, что мы читаем одно и то же Священное Писание, и что существует завет. Но где же происходит исполнение этого завета? Этот вопрос может привести нас к интересной дискуссии. После этих попыток Папы объединиться с иудаизмом и сдвинуть иудаизм с занимаемого им места, чтобы оттолкнуть его в сторону по причине его отношения к Иисусу Христу, евреи были очень заинтересованы, как подтвердил Равен Роберт Джейкобс, после принятия решения Вторым Ватиканским Собором, принять иудаизм обратно в сообщество религиозного мира. Об этом также говорил Папа Иоанн Павел II. В 1965 году Второй Ватиканский Собор изменил это. Джейкоб утверждает, что Второй Ватиканский Собор стал знаменательным поворотом в католическо-иудейских взаимоотношениях. Он сказал, что Папа Иоанн Павел II проявил чрезвычайное уважение к иудаизму. Это первый Папа, который посетил синагогу. Никакой Папа в истории Рима не совершил того, что совершил этот Папа, который посетил синагогу. Этот жест впервые в истории христианской церкви наполняет всех евреев чувством того, что иудаизм высоко уважаем в христианстве. Иудеизм имеет свою собственную целостность и не унижаем. Я считаю, что встреча с этим необыкновенным Папой является большой честью для нас. Они действительно были очень взволнованы поступком Папы. Пришло время сложить оружие и заключить мир. В этой истории Второй Ватиканский Собор сыграл важную роль. Поэтому нам следует рассмотреть его. Это документы Второго Ватиканского Собора, посвященные вопросу иудаизма. Цитата. Будем помнить о существующих связях между христианской литургией и еврейской литургией. Литургия – это все, что касается деятельности церкви, кроме самой проповеди. Это посты, ритуалы и все остальное, что происходит во время службы церкви, за исключением самой проповеди. Цитата. Чтобы улучшить иудейско-христианские отношения, важно иметь знание о тех общих элементах литургической жизни. То есть, доктрины, праздники, обряды и так далее. Которым в Библии уделено столько места. Возможно, они надеются найти общий язык в этих вопросах, вопросах ритуала. Продолжение документа. Христиане должны прилагать усилия, чтобы приобрести более глубокое знание основных элементов религиозных традиций иудаизма. Они должны стараться изучить характерные особенности евреев в свете еврейского религиозного опыта. Итак, христиане должны изучать обряды иудаизма, чтобы найти основания для взаимопонимания по причине существования общих корней. Продолжение документа. История иудаизма не закончилась разрушением Иерусалима, но, напротив, продолжала развитие религиозной традиции. Итак, когда Иисус говорит, «Все остается вам, дом ваш пуст, не останется камня на камне», это не стало концом иудейской традиции. Фактически, оно подтолкнуло ее к развитию. Цитата. И хотя мы верим, что важность и значение той традиции были подвергнуты сильному влиянию к пришествиям Христа, несмотря на это, их традиция богата религиозными ценностями. Специалисты должны исследовать проблемы, имеющие отношение к иудаизму и иудейско-христианским отношениям, в частности, в области экзегезы и социологии. Итак, что же у нас общего? Что касается экзегезы, то это означает открытие тайны слова. Там, где, возможно, будут созданы кафедры исследований иудаизма, а также будет поддерживаться сотрудничество с еврейскими учеными. Итак, теперь христианские школы должны включать в программу изучение еврейской теологии, еврейской эсхатологии и наоборот. Таким образом, мы сможем найти общий язык между двумя религиями. Это слияние религиозного опыта. Ну что ж, с 1965 года иудейско-христианская культура начала процветать на этой планете. В результате этого мы имеем мессианское христианство, которое растет астрономическими темпами. В христианстве возникли некоторые новые аспекты диспенсационализма, которые так смешались друг с другом, что стерлись все различия. А фокус внимания все больше и больше перемещается в сторону того, что происходит в Израиле. И новости о мессианских вероятных событиях волнуют христианина в такой же степени, что и еврея. Израиль также приглашает Папу приехать на Святую Землю. Таким образом, эти попытки объединения продолжаются далее. Папа принял приглашение. Вот он сидит на своем великолепном престоле на Масличной горе. Позади него изображен крест, но в перевернутом виде. Папа объясняет этот факт тем, что Петр был распят вниз головой. Но если вы хоть немного знакомы с оккультным миром, то поймете, что такой знак имеет и другое значение. Вот он сидит в Иерусалиме. И все были очень взволнованы. Пришли все патриархи. Женщины из разных орденов исполняют радостные увертюры. Поразительно. В книге «Разгадка этой крови», страница 291-я, Малакай Мартин, который был профессором епископского Григорианского университета, пишет, «Евреи должны быть очищены от своей обособленности. И первой потерей будет именно эта обособленность. В этом новом мире, в котором мы с вами живем, нет места обособленности. Библия говорит «выди и будь отделенным». А оккультный мир утверждает, что первой жертвой на пути достижения всеобщего мира в этом мире станет обособленность. Мы не можем позволить себе эту отделенность. Поэтому еврей должен будет отказаться от своей обособленности. Кардинал Иосиф Ратсингер, который сегодня является папой Ратсингером при Папе Бенедикте, написал книгу под названием «Много религий, но один завет». Книга была опубликована издательством «Игнатиус Пресс». Вот что он написал. После концентрационного лагеря Освенцим миссия примирения и принятие должна быть незамедлительной, даже несмотря на то, что мы знаем, что Освенцим является ужасающим выражением идеологии, которая планировала разрушить не только иудаизм, но также ненавидела и пыталась вырвать с корнями с христианства его еврейское наследие. Вопрос все же остается открытым. Что же является причиной такой сильной враждебности между теми, которые должны гармонировать в вопросе своей веры в одного Бога и обязательствах выполнять Его волю? Таким образом, нынешний Папа говорит, что эти две религии должны объединиться. Они подходят друг к другу. Одна из них является корнем другой. Мы подходим друг к другу? Ратцингер также написал предисловие к документу под названием «Еврейский народ и его священные писания в христианской Библии», изданное Папской библейской комиссией в 2001 году. Ратцингер серьезно занимался этим вопросом. Вот его цитата. «Ожидание миссии евреями не является тщетным». Удивительное высказывание. «Ожидание миссии евреями не является тщетным». Оно может стать для нас, христиан, мощным стимулом поддерживать живым эсхатологический аспект нашей веры. Ага. Значит, евреи не напрасно ждут миссию, хотя они и ждут другого миссию. Даже если это миссианские иудеи, они ждут другого миссию, и мы убедимся в этом позже. Мы, подобно им, также живем в ожидании. Разница состоит в том, что для нас грядущий будет иметь черты Извините, но я прочитаю это снова. Будет иметь черты Иисуса, который уже пришел и присутствует и действует среди нас. Что же он имеет в виду? Они фактически заявляют, что Иисус, который грядет, будет отличаться от того Иисуса, который однажды был на нашей планете. Но это не то, о чем говорит Библия. Это просто удивительно. Значит, мы можем иметь такое ожидание миссии, независимо от того, кто мы, христиане или евреи. Это практически не важно, потому что тот, который грядет, это космический Христос, а не библейский Христос. Вот основание для теологии, которое, как я считаю, может просто-напросто разрушить обетование. Обетование звучит «я приду опять». Не говорит ли Библия о том, что тот же Иисус снова придет подобным же образом? Разве не об этом говорит Библия? Теперь у нас возникает проблема. Если это брак, это брак по расчету, и он находится за пределами мессианской истины, тогда в этом что-то не так. Что говорит Талмуд об Иисусе? Талмуд, Санхидрин 43а. Это одна из книг Талмуда. Цитата. «Иисус был повершен накануне Пасхи. За 40 дней до совершения казни Глашатой кричал, он должен быть побит камнями, потому что он занимался колдовством и втянул Израиль в отступничество». Скажите, пожалуйста, говорится ли в Библии, что Глашатый за 40 дней предупреждал о его кончине? Да или нет? Ответ – нет. Напротив, Библия повествует о том, что было быстрое, тайное разбирательство предыдущей ночью, принудительное судебное разбирательство, и Римская империя была вынуждена согласиться с решением иудеев. Иисус был казнен на следующий же день. И не было никакого Глашатая. Но вы понимаете, что еврейский закон требовал, чтобы Глашатой был, поэтому Талмуд добавляет, что был Глашатой. Что же они говорят далее? «Любому, кто может сказать что-то в защиту Иисуса, позвольте выйти вперед и просить за Него. Но так как ничего не было сказано в Его пользу, Он был повешен накануне Пасхи». Улла возразил, «Неужели вы полагаете, что Он был тем, в защиту которого можно было выступить? Неужели Он не был обольстителем, о котором Писание говорит, «Не прощажу и не помилую Его?» С Иисусом дело обстояло по-другому по причине Его связи с правительством. Вот такая интересная статья Санхидрина. Пожалуйста, не забывайте, что в иудаизме Талмуд называется «Святейший Талмуд». «Святой Талмуд». Итак, для иудаизма первоисточником является Талмуд. Санхидрин 97-б. Самуил Намани, 4-е столетие христианской эры, заявляет о проклятии на тех, кто высчитывает кончину века по книге Даниила, потому что они скажут, что так как настало предопределенное время, а Мессия еще не пришел, Он тогда уже и никогда и не придет. Что значит слова «в конце оно будет говорить, а не обманет»? Самуил Намани сказал во имя Джонатана, перед нами очень интересная часть Талмуда, вот что он сказал, «Прокляты кости тех, кто подсчитывает, когда придет конец». Потому что они скажут, что так как настало предопределенное время, а Мессия еще не пришел, то Он уже никогда и не придет. Но даже если это случится, ожидайте Его, как написано. Если даже Он имедлит, ожидайте Его. Даже если вы скажете, что мы ожидаем Его пришествия, но Он не является, по этому поводу Писание говорит, потому что Господь будет ждать, чтобы быть милостивым к вам и быть возвеличенным, чтобы Он мог сжалиться над вами. Но так как мы ожидаем, и Он также ожидает, что же задерживает Его пришествие? Атрибут справедливости задерживает Его пришествие. Но если атрибут справедливости задерживает Его, то почему же мы все-таки ожидаем? Чтобы получить награду за упование, как написано, блаженные уповающие на Него. Равин сказал, «Все предопределенные даты искупления прошли, все теперь зависит только от покаяния и добрых дел». Санхедрин 97b. Другими словами, ученые прекрасно знают, что когда вы высчитываете время пришествия Мессии, используя 9 главу Даниила, пророческий образец, вы приходите к одному и только одному Мессии, и им является Иисус Христос. Но они ведь отвергли Его. Камень, отверженный строителями, стал краеугольным камнем. Он стал краеугольным камнем, основой. Мы не можем иметь никакого другого основания, кроме Иисуса Христа, так говорит Библия. Итак, они отвергают этого Мессию, на которого указывают их же Писание, и говорят «Проклятой кости того, кто попытается подсчитать и узнать, почему же Он не пришел». Потому что все предопределенные времена уже прошли. Мы знаем, что Он должен уже быть здесь, но Он не пришел. Это не мог быть. Он должно быть, это был кто-то другой. Так почему же Он не пришел? Потому что мы были не готовы. Теперь нам необходимо вырасти в вере, нам необходимо еще много чего. Мы хотим получить награду за упование, блажен уповающий на Него. Вот почему Он медлит. Такова еврейская теология Талмуда по вопросу, почему Мессия не пришел в назначенное время. Давайте рассмотрим этого еврейского Мессию, которого зовут Иешуа, или Яшуа, как некоторые называют его. Полагают, что Иешуа должно быть был фарисеем школы Гиллея. Сегодня это школа мессианского иудаизма, который воплотит, обратите внимание, воплотит еврейские националистические идеалы. Мессианский Мессия связан с иудаизмом, и национальным освобождением, в то время как христианский Мессия имеет отношение к спасению каждого лично. Итак, некоторые из этих школ заявляют, да, Иисус был, Он был фарисеем, Он принадлежал к школе Гиллея. Грядущий Мессия исполнит те же обетования, обетования, которых они ожидали при первом пришествии. Но что же? Этот христианский Мессия занят спасением каждого в отдельности. Тогда это другое спасение, отличающееся от национального освобождения. Цитата. Мессианские ожидания евреев не могут быть отделены от ритуального иудаизма и смешиваются с христианским диспенсализмом, который подстраивается под привилегированное Евангелие. Итак, мы видим людей, которые хотели бы увеличить границы Израиля, как нации. Они говорят, что весь Израиль, это не только израильская нация, существует еще много колен, которые были утеряны. Где же они? И если бы мы могли стать частью потерянных колен, тогда мы стали бы причастниками этого национального наследия, которое вскоре бы стало нашим в дополнение к Мессии. Такова современная теология. Евангелие Луки 17, 20-21. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им?» Иисус отвечает им. «Не придет Царствие Божие приметным образом и не скажут, вот оно здесь или вон там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть». Интересно. Царство Божие, которого ожидает весь мир, это мессианское Царство Израиля, а Библия говорит, Иисус лично говорит, что оно не придет приметным образом, потому что оно внутрь вас есть. Однако мир ожидает пришествия Царствия приметным образом. Они смотрят новости, читают газеты, их глаза обращены к Израилю. Они все спрашивают, когда же это произойдет, когда же евреи победят своих врагов, когда же будет достигнуто это Царство. Я ожидаю сообщения об этом в новостях. Я хочу увидеть это, наблюдать за происходящим, но Библия говорит, что это не придет приметным образом. Оно внутрь вас есть. Второе послание Коринфянам 3, 14. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Павел говорит, что если вы имеете такие ожидания, то вы упустили кульминационный момент во Христе, который является мессианским. Тогда вы действительно что-то упустили. Итак, средоточием еврейской Библии был не Израиль и не его национальное наследие, как многие полагают сегодня, а эти многие составляют более 96% христиан. Со средоточием Библии является личность мессии. Такой взгляд меняет все в корне. Поэтому нам необходимо иметь уверенность, правы ли мы или нет в таком понимании. В классической книге «Желание веков» автор пишет, хотя он и был князем мира, его пришествие ознаменовалось началом борьбы. Царствие, которое он пришел учредить, было противоположно тому, чего ожидали иудеи. Они ожидали, что он прогонит римлян и учредит свое царствие, тогда они станут правителями мира. Но приходит царствие совсем противоположное всем ожиданиям. Вместо слов «блаженно наследие Израиля» он говорит «блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царствие Небесное». На того, который дал Израилю религиозные и общественные законы, будут смотреть как на нарушителя этих законов. «Лучше, чтобы один погиб ради людей, нежели чтобы люди погибли ради одного». Не так ли они говорили? Тот, кто провозгласил закон на Синае, будет осужден как нарушитель этого закона. Тот, который пришел уничтожить власть сатаны, будет назван Вильзевулом. На земле не было никого, кто бы понял его. Свое служение он должен был совершать в одиночку. На продолжении всей своей жизни на земле ни его матерь, ни братья не понимали значения его миссии. Даже ученики Христа не могли понять своего учителя. Раньше он постоянно пребывал в вечном свете и был един с Богом, а его жизнь на земле должна была пройти в духовном одиночестве. Вот двое из его учеников идут в Эмаус, утрученные и подавленные. Их надежда, слава Израиля была пригвождена ко Кресту. Они были в унынии, они не понимали случившегося. А теперь давайте посмотрим, во что верят сторонники диспенсации по словам Льюиса Шафера, одного из ведущих защитников этой точки зрения. Диспенсационалисты верят, что на протяжении всех веков Бог преследует две отчетливые цели. Одна относится к земле, населенной людьми с их земными стремлениями, а вторая относится к небесам, населенным небесными людьми с небесными стремлениями. Ага, значит, есть две цели. Одна достигается здесь на земле путем установления Израильского царства, а другая относится к небесным делам, то есть относится к церкви. Две цели. Автор Райри, второй из крупных сторонников диспенсации пишет, церковь никоим образом не исполняет обетование Израиля. В Божьей программе для Израиля мы не наблюдаем века церкви. Это всего лишь прослойка. Сказано довольно прямо. Значит, это является основанием для фазы, предшествующей тысячелетнему царству. Период церкви, весь период церкви это всего лишь, по их мнению, прослойка. Вот иудейская история, которая вот-вот исполнится в точности, как предсказывали иудеи, но этого не произошло. И период церкви был сжат до размеров прослойки. И когда период церкви закончится, тогда исполнятся их националистические обетования, данные им. Иными словами, живущие сегодня иудеи, имеют ту же самую надежду, что иудеи, жившие во времена Иисуса. Тогда они ее упустили. А не упустят ли они ее вторично? «Последовательный буквализм является сердцем диспенсациональной эсхатологии». Авторы этих слов Чарльз Райер и книга «Диспенсационализм сегодня». Позвольте, я повторю. «Последовательный буквализм является сердцем диспенсациональной эсхатологии». Значит, когда я читаю Библию, когда я читаю обетования, данные буквальному Израилю, последовательный буквализм требует, чтобы они исполнились в точности так, как они записаны. Вы понимаете, что это означает? Позвольте обобщить. Это означает, что мы читаем Старый Завет буквально, сам по себе в отрыве от Нового Завета, который является его толкователем. Теперь мы разделили Библию на две отчетливых половины. Два отчетливых Завета, если хотите. Христос воссядет правителем на буквальном троне Давида, а такие древние нации, как Эдамляни, Мавитяне и Аманитяне должны быть воскрешены, чтобы служить буквальному Израилю, потому что так говорят обетования. Евреям 8.1 Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Это наш первосвященник, который воссел одесную престола величия на небесах. Это Иисус Христос. Но Мессия должен прийти и воссесть на земном троне, ему придется спуститься вниз, чтобы сесть на престоле Давида. Однако Второй Ватиканский Собор уже заявил, и все дискуссии Ратсингера и остальных участников закончились заявлением о том, что грядущий Мессия будет иметь черты Иисуса, но он не будет Иисусом лично. Книга Исаия, 11-я глава, 14-й текст, и полетят на плеча филистимлян к западу, филистимляне должны быть на западе, ограбят всех детей Востока, наидома и Моава, наложат руку свою, и дети Омона будут подданными им. Эти нации больше не существуют. Было создано государство, которое назвали Израиль, но эти нации уже там не существуют, так что же, их нужно воскресить, чтобы это пророчество сбылось буквально, согласно идее буквального, последовательного буквализма, Евреям 13-14, ибо не имеем здесь постоянного града, но имеем будущего. мессианские пророчества Ветхого Завета, имеющие отношение к Иерусалиму, последовательны ли они в своем буквализме? Если да, то тогда у нас должен быть постоянный град Иерусалим в Ветхом Завете, правильно или нет? Вот тут-то возникает проблема. Мы имеем два набора критериев. Христианство утверждает, что здесь, на этой планете мы не имеем постоянного града. И мы ожидаем другого града. Мы ожидаем небесного града художником и строителем, которого является Бог. Однако есть и другая группа людей, которые пристально наблюдают за возобновлением земного города, которое должно закончиться учреждением царства. Итак, два разных критерия. Евреям 11.10. «Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Но это ведь совсем другой город, совсем иной город. И он не имеет никакого отношения к земному Иерусалиму. Это другой город, это небесный город. И он должен прийти с неба, как невеста. Бог построил его. «Я иду приготовить место вам, и я приду опять». У меня следующий вопрос к вам. «Имеет ли Христос две жены?» Книга Оси 2.19. «Последовательный буквализм». Это обетование Ветхого Завета. «И обручу тебя», то есть буквальный Израиль, «мне навек». Если навек, то тогда период церкви, невесты, Христа Нового Завета, должен быть вставкой, прослойкой, он должен быть втиснут туда по какой-то причине, и вот он на этом месте сейчас, а теперь он должен быть сдвинут. Итак, цитата, «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде, и суде, в благости, и милосердии». Теперь приглашаю вас прочитать второе послание Коринфянам 11.2. Этот текст говорит о вклинившем сопериводе церкви, «Ибо я ревную вас верностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить вас Христу чистую девою». так сколько же невесту Христа? Получается две. У него есть церковь невеста, а также его невеста буквально Израиль. А я всегда считал, что Христос сторонник одноженства. Итак, здесь мы наблюдаем проблему. Две невесты. Деяние апостолов 13.32-33. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и в втором псалме написано, «Ты, Сын Мой, Я ныне родил Тебя». Итак, согласно этого новозаветного текста, обетования, данные отцам, исполнились во Христе. во Христе. Христос является осуществлением всех обетований. Поэтому не существует двух наборов обетований, существует только один набор обетований, и все эти обетования, видимую кульминацию, которых жаждет увидеть весь мир, на самом деле уже исполнились и достигли своей кульминации во Христе. Бог исполнил нам, детям их. Здесь он обращается к церкви. Галатам 3.22. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Таким образом, обетование по вере в Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам 1.20. «Ибо все обетования Божьи в Нем да и в Нем аминь в славу Божию через нас». Итак, Павел берет обетования и переносит их к кому? Переносит их в церкви во Христе. Во Христе. Галатам 4.7. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то ты и наследник Божий через Иисуса Христа». Существует только одна группа наследников, это те, кто во Христе. А наследники не могут быть двух типов, не может быть двух групп наследников, и никогда эти две группы не встретятся. мы читаем Матфея 23.38. «Так как Божественная слава покинула храм, все остается вам, дом ваш, пуст». Пуст означает оставленный. Теперь церковь стала храмом. Первое послание Коринфянам 3.16. «Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? в вас?» Итак, когда мы говорим о храме Божием, который должен быть восстановлен, ожидаем ли мы буквального храма, или храм Божий должен все же быть восстановлен в его людях? Что говорит Библия? Если вы рассматриваете эти тексты с точки зрения их номинальной ценности, тогда глаза смотрят на Иерусалим, где мы не имеем постоянного града. И тогда глаза наши обращены туда напрасно. Какая цель стояла перед Израилем? Исайя 49.6. И он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых». Что обозначает слово Яков? Что обозначает слово Яков? И для возвращения остатков Израиля это те, которые боролись с Богом и победили. Но Я сделаю тебя светом народов. О, это проблема для многих. Существует много мессианских групп и они имеют большие проблемы с вопросом отношения к язычникам. Некоторые из них заходят так далеко, что говорят, что апостол Павел наверное был древним эквивалентом члена некого тайного общества, который пришел, чтобы загрязнить церковь, привлекая всех этих язычников, в то время, как только буквальный Израиль мог быть спасен. Поэтому сегодня существует много групп, которые полностью отвергают Писание Павла как эквивалент некого тайного общества. Они считают, что этот человек пришел разрушить церковь. Цитата, но Библия в Ветхом Завете уже говорит, но я сделаю тебя светом народов. Теперь мы можем снять обвинение с апостола Павла, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Цель Израиля заключалась в том, чтобы распространить план спасения. Иоанна 3,18 Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единого, единородного Сына Божия. Удивительно, на что только способны люди. Некоторые хватаются за этот текст и говорят, нам необходимо правильно произносить имя. Тогда все станет на свое место. В мире столько много путаницы. Скажите, разве существует спасение по произношению? Матвея 12,30 Сказано ясно. Вы либо во Христе, либо нет. Иоанна 10,16 Есть у меня и другие овцы, которые не всего двора. Здесь говорится о буквальном Израиле. Существуют и другие овцы. Я думаю, что Павел избавлен уже от неприятностей. Мы можем больше не считать его членом тайного общества. И тех надлежит мне привести, и они услышат голос Мой, и будет, что сказано, одно стадо и один пастырь. Нет, двух невест. Есть одна невеста, один пастух. Исайя 56,8 Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит, к собранным у Него Я буду еще собирать других. Бог хочет спасти весь мир, но спасение во Христе и все обетования Божьи в Нем да и в Нем аминь. Первое послание Петра 2,10 «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованы, а ныне помилованы». Евангелие объемлет всех. Это Евангелие для всякого. Это не элитарное Евангелие. Не существует спасения по генетическому наследию. Не существует спасения по генам и нет спасения по правильному произношению имен. Деяния апостолов 13, глава 32, 33 «И мы благовествуем вам, что обетование, данное Отцам, Бог исполнил нам, Он не собирается исполнить Его, Он уже Его исполнил. Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором Псалме написано, «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя». Все обетования, имеющие отношение к буквальному Израилю, становятся «Да, во Христе». Деяние апостолов 26, 22 «Но получив помощь от Бога, я до сегодня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет». Не существует различий. Новый Завет является толкователем Ветхого Завета. Это не два разрозненных Завета. 23 текст «То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу и язычникам». Этот план спасения включает всех людей, не только избранные группы. Галатам 4 28 «Мы, братья, дети обетования по Исааку». Итак, церковь становится Израилем. Эта церковь борется с Богом и побеждает. Галатам 6 15 «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость и Израилю Божию». Они становятся Израилем Божиим. Не существует двух Израилев. Существует только один Израиль и все это во Христе. Какие Бог поставил условия для спасения Израиля и какие из них еще действуют сегодня? Римлянам 11 23 «Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их». Подразумевает ли этот текст, что они были удалены от виноградника? Да, как нация они сами отсекли себя, отвергнув Мессию, который является виноградной лазой. Но теперь они могут быть привиты обратно. Но как? По вере в Иисуса Христа. Если они не пребудут в неверии, они могут быть привиты, спасение доступно каждому. Никто не лишен этой возможности навеки. Римлянам 10 12 «Здесь нет различия между Иудеем и Элленом, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его». Есть только один Бог, один жених, и у него не две невесты, а только одна. Цитата «Ветхий и Новый Завет являются неразделимыми, ибо оба являются учением Христа». Учение евреев, которые принимают только Ветхий Завет, не послужит к спасению, так как они отвергают Спасителя, жизни, служение которого стали воплощением закона и пророчеств. Учение тех, которые отказываются от Ветхого Завета, также не послужит к спасению, потому что они отвергают то, что является прямым свидетельством о Христе. Скептики начинают с недоверия Ветхому Завету, и их следующий шаг это отвержение Нового Завета. Таким образом, оба Завета становятся отвергнутыми. Абсолютно верно. Евсевий, который писал еще в начале периода новой, еще не оперившейся христианской церкви, очень ясно говорит в своей книге «История христианской церкви». Заметьте, это его взгляд на духовный Израиль. Цитата. «Тогда духовные потомки Авраама убежали в Пенуэл, по другую сторону Иордана, где они нашли безопасное место укрытия и могли служить Господу и соблюдать субботу». Удивительно. Кто убежал в Пенуэл? Кто это? Были иудеи или христиане? Христиане убежали в Пенуэл. Никто другой. И он называет их духовным семенем Авраама. Итак, это духовный Израиль. А весь мир сегодня отвергает понятие духовного Израиля. Они принимают понятие буквального Израиля. Спасение доступно еврею в такой же мере, как и любому другому человеку. но не нации в целом. Что говорит Библия? Все оставляется вам дом ваш пуст. У меня есть новость для вас. Буквальный Израиль это не единственная нация, которая верит в то, что она будет правящей верхушкой всех народов. Многие заявляют, что они являются Израилем и говорят, что они будут верховной нацией. И так теперь появляется такое понятие, как спасение по национальности. Матвея 23, 27. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий и посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не хотели. Все остается вам дом ваш пуст. Ему пришел конец. Римлянам 10, 12. Здесь нет различия между Иудеем и Эллином. Все закончено? Потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих его. Ибо, я люблю это слово, это мое любимое слово в Библии, всякий, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Для кого спасение, согласно Библии? Для всякого. чтобы мы не были сбиты с толку, давайте убедимся, что я не представляю эту истину в ложном свете. Мы должны быть уверены в этом. Обратимся к некоторым источникам. Автор Гершон Шолем, профессор еврейского мистицизма в Иерусалимском университете до своей смерти в 1982 году написал, это один из наибольших ученых большого движения мессианского иудаизма и слияния христианства с иудаизмом. Внимательно прислушайтесь к его словам и его объяснениям. Это цитата из книги под названием «Мессианская идея в иудаизме». Вот что он пишет. «Иудаизм во всех своих формах и проявлениях всегда отстаивал концепцию искупления как народного события на определенном этапе истории и общества». Итак, как оно происходит? Оно происходит публично, общественно. Другими словами, приметным образом. А что говорит Библия по этому поводу? Библия говорит, оно не придет приметным образом. Это происшествие будет видимым, утверждает иудаизм. Тогда вы сможете увидеть его, вы сможете наблюдать его, и его нельзя представить себе без видимого проявления. «В отличие от иудаизма, христианство представляет искупление как духовное событие в некой невидимой сфере, событие, которое отражается в душе, в частной жизни каждой личности, результатом которого является внутреннее изменение, которому не нужно соответствовать с чем-то внешним». Является ли этот цитата хорошим итогом наших размышлений? Да. мы имеем две разные религии, которые сегодня объединены в одно. Библейская религия, то есть христианство и Новый Завет, который является толкователем Ветхого Завета, все они говорят, что спасение во Христе. Это индивидуальный процесс. Я не могу в день суда пристать перед Богом и сказать, да, Господи, но как насчет всех этих людей? Этот процесс происходит сугубо между мной и Богом. Человекам дано однажды умереть, а потом суд. Это библейское учение. Я также не могу сказать, да, но как насчет моего отца? Да, но моя мать? Да, а что насчет моей жены? Христианское спасение для всех. Иоанна 3, 14, 16, «И как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть сыну человеческому дабы». «Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного дабы. Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Не может быть сказано яснее, чем это. Матвея 10, 32. Итак, «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я перед Отцем Моим Небесным». Библия кристально прозрачно и ясна. Но людям просто не хочется этого. Почему же? Потому что намного легче иметь групповую ответственность, чем быть ответственным лично. «Личная ответственность требует, чтобы я изменялся прямо здесь и сейчас». Здесь и сейчас. Очень удобно иметь групповое спасение. Все, что мне нужно для того, чтобы быть спасенным, мне нужно родиться в нужной группе, в нужном народе. Это довольно удобно. А кто тогда определяет, какая это именно группа, какая группа будет спасена? Это определяет сама группа, которая решит, что она будет спасена. Итак, у нас спасение по группе, групповое спасение. Галатам 5, 4, 9. «Вы, оправдывающиеся себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение, не от призывающего вас, малая закваска заквашивает все тело, все тесто. Это была группа людей, которые говорили, секундочку, мы должны придерживаться еврейских ритуалов. Это было частью нашего существа, это было частью нашего спасения. Но вот приходит новое учение, которое расторгает все то, потому что во Христе наступило все новое. Теперь это наша личная ответственность. Не, 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 мы не хотим личной ответственности, нам лучше вернуться назад. Такова человеческая природа. Еврейский мессианский манифест автор Дэвид Стэн страницы 150-154 Руководство Духа Святого вытеснено раввинскими традициями. Вот как они считают. Фактически, если вы начнете изучать Библию лично, вы будете проходить через все эти параллели и вы просто обнаружите, существует только один путь спасения. И он состоит в том, чтобы принять Иисуса Христа, Его спасение по благодати и дать возможность Ему преобразовать вас, чтобы вы могли выдержать силу Божественного Света. Послушайте, что говорит Стерн в Мессианском еврейском манифесте. Традиционный иудаизм заявляет, что раввину определяют халака, каким путем идти, что я могу делать, что правильно, что неправильно. В древние времена был Талмуд, тысяча законов, где было сказано, что делать и что не делать, чтобы все было хорошо. Люди хотели иметь инструкцию, комплект инструкций. Мы не имеем инструкций. У нас нет учебника. Как вы сказали, Библия не является больше сборником правил. Библия это отношение, это отношение, потому что мы служим личному Богу, мы не спасаемся книгой правил. Существует предостаточно религиозных сводов правил в мире. Итак, еврейские равены определяют, что такое халака. Новый Завет отдает эту власть в руки апостолов и Иешуа. А согласно Маттиаху 28.20, обратите внимание, Матвею, все библейские имена иудаизированы. Таким образом они превращаются в еврейские имена. Таким путем мы возвращаемся к оригиналу. Итак, согласно Евангелия Маттиаху 28.20, позже эта власть отдана верующим, занимающим руководящие места. Хочет ли Дух, чтобы мы соблюдали правила или нарушили его, будет решаться в рамках общины и религиозной группы. Наши уважаемые лидеры и коллеги помогут нам определить точку зрения Мессии, которую мы как общество, а не каждый по отдельности должны соблюдать. Это сильное заявление. Равин скажет вам, чему верить. Есть ли в христианстве система, которой вам говорят, во что верить? И вам лучше делать так. Да, есть. Это такой же тип мышления. Удивительно, что он появляется после 1965 года. Итак, мы наблюдаем у стены плача ортодоксальных евреев и равенов. Часть вторая. Я стоял там и наблюдал за ними. И я всем сердцем сочувствовал им. Они имеют столько знаний, они имеют все Писание в своем распоряжении, а стоят перед стеной, которая является их надеждой, надеждой грядущего храма. Я также общался с этими людьми. В старые времена, во время моих визитов в Иерусалим, я прогуливался по его улицам. И если я, язычник, шел по дороге, а навстречу мне шел ортодоксальный еврей, он снимал свою шапочку и закрывал ею свое лицо. Почему он так поступал? Почему? Чтобы я не осквернил его своим присутствием. Таким было их отношение к язычникам. Вы можете прочитать в Библии, они точно так же реагировали в древние времена. Вы знаете, говорит Петр, вы можете прочитать об этом в 10 главе книги Деяний, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, потому что они не чисты. Но время и разрушительные действия уничтожили все. Во время последних поездок я делал снимки и пытался понять, что же произошло. Они все больше и больше стали подходить ко мне, даже ортодоксальные евреи, даже равенные, и они спрашивают, имеешь ли доллар для меня? То есть они просили небольшие чаевые, потому что время тяжелое. Я сел у стены и размышлял о происходящем, размышлял о Мессии. Я размышлял над 9 главой книги Даниила, которую им не разрешено читать. И тут молодой раввин подошел ко мне и попросил денег. Для него это было сделать тяжело. Я ответил, что дам ему денег. Но прежде я сказал, я хочу поговорить с тобой. Это было очень тяжело. Но мы общались. Потом я начал задавать ему вопросы о Библии. Я спрашивал его о Данииле, о 53 главе книги Исаии. и говорил с ним о законах чистого и нечистого. И чем больше я задавал ему вопросов, и чем больше мы обсуждали, тем больше он начинал ощущать отвращение ко мне. В итоге еще один пожилой ортодоксальный еврей в полном одеянии равен, также присоединился к нам. Ему было очень неудобно, пока он не понял, что первый также был в нужде. И так нас трое участвовало в дискуссии. Так что же разозлило их? Они заявили, что я не имею права читать Библию и толковать ее. Когда я указывал им на любой мессианский текст Библии, они говорили, что я не имею права толковать его, я спрашивал в ответ, почему нет? Почему я не могу спрашивать Бога, что это значит? Почему Дух Божий не может пролить свет на значение этого текста для меня? Они же сказали, это не твое право, только равен и могут истолковывать, потому что Бог избрал людей, Авраама, Исаака, Якова и так далее, и Бог передавал только им, в чем заключалась его воля, поэтому только они могут толковать Писание. Это точно то, о чем говорит этот документ. Только равены могут определять, во что тебе верить. Цитата. Итак, Павел в своих попытках организовать христианство встретился с конфликтами и прениями как в церкви, так и за ее пределами. Начали возникать различные группы вследствие влияния иудейских учителей, которые убеждали, что новообращенные в христианство должны твердо придерживаться церемониального закона в вопросе обрезания. Сегодня существует целое общество, которое пропагандирует обрезание. Цитата. Они все еще отстаивают мнение, что подлинный Израиль это благородные и привилегированные дети Авраама, получившие право на все обетования, данные ему. Они искренне считали, что заняв эту среднюю позицию между евреем и христианином, они смогут избавиться от недоброжелательного отношения, связанного с христианами и будут собирать евреев в больших количествах. Сегодня все наоборот. Недоброжелательное отношение к христианам уже удалено, теперь нужно удалить недоброжелательное отношение к иудаизму, чтобы сблизить его с христианством. Та же самая методология. История повторяется. Давайте посмотрим на еврейское изучение Библии. Так же, как и мы имеем пособие по изучению Библии, так и мессианские евреи имеют пособие по изучению Библии, которые говорят им, что означают эти писания. А кто толкует для них эти тексты? Раввины. Давайте посмотрим, что же они делают с некоторыми из стихов. Мессия в мессианском иудаизме в книге Танах. Данила 9, 25, 26. Этот текст, который говорит о мессии, помазаннике. Слово помазанный владыка или вот в 25, 26 текстах это еврейское слово мэшиа, мессия. Таким образом, этот текст дал основание для многих христианских домыслов. Однако, в контексте других исторических ссылок помазанный владыка вероятно относится к Зараравелю или первосвященнику Иисусу Навину. Книга Эздры 3.2 и еще несколько ветхозаветных текстов. В то время как помазанник это, скорее всего, первосвященник Ониас, третий убитый в 171 году до нашей эры. Вторая книга Макавея 4.30-34. Царь, а царь это Антиох 4. Эпифан. Поразительно. Удивительно. Потому что Библия говорит, что с того времени как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа и далее указывается пророческое время и это пророческое время начинается в 457 году до нашей эры когда вышло это повеление и заканчивается временной промежуток в 27 году нашей эры именно тогда когда Иисус был помазан. А они сдвинули эту дату до 171 года до нашей эры да это вообще не согласуется ни с каким пророчеством а первосвященником с их точки зрения является Аниас а царь это Антиох 4. Эпифан это относится к Антихристу из 7 главы Даниила и переносит его в греческий период. Такое толкование является смесью претеризма который исходит из католицизма Алказо и Риберо два иезуитских священника изобрели доктрину претеризма и футуризма чтобы остудить накал вокруг вопроса о власти малого рога мы уже обсуждали это с вами итак здесь мы видим полную смесь богословия католической контрреформации и мессианского богословия а также полное пренебрежение мессианским пророчеством и они должны верить этому Иисус не входит в это уравнение они уже отбросили его в 171 год до нашей эры приглашаю вас посмотреть что же они делают с 53 главой Исайи это их пособие по изучению Библии я читаю прямо из этого пособия христиане приводят доводы что этот отрывок фактически предсказывает пришествие мессии средневековые комментаторы равены приложили особые усилия чтобы доказать ложность такого толкования и мы все понимаем почему слуга это наверное израильский народ и так Иисус заменен кем израильским народом и народы потрясены что такая ничтожная и скромная группа является настолько важной в божественном плане Иисуса нет в этом пророчестве совсем и это мессианский еврей удивительно не так ли тогда к чему же этот брак между иудейской и христианской культурами вы видите папу Павла Шестого что же висит у него на шее папа Павел Шестой носит символ еврейского первосвященника основание суда Божьего на нем судный наперстник он сам себя поставил на место судьи он первосвященник и только первосвященник может носить этот судный наперстник вот иудеи вручают Бенедикту награду за оказанную им поддержку в сентябре 2005 года равен различных направлений вручают ему символический подарок в знак благодарности за работу выполненную от их имени теперь у нас две религии одна из них отвергает мессию даже в его мессианской форме а это иной мессия и в то же время сочетается с другой религией которая якобы принимает мессию получается полная путаница 4 мая 2008 года равен артур шнайдер справа пожимает руку папе бенедикту 16 в синагоге парк ист в нью-йорке бенедикт сказал еврейская община вносит ценный вклад в жизнь города и я призываю всех вас продолжать строить мосты дружбы между различными этническими и религиозными группами проживающими в окрестностях пожалуйста поймите меня правильно у меня есть много друзей евреев я люблю их один из них мой хороший друг он отличный парень но он не понимает кто такой мессия он не понимает этого и в этом лежит проблема я переживаю за него и вот до чего мы сократили религию до социальной структуры в которой мы все хорошо ладим друг с другом а ведь религия это вопрос истины папа бенедикт присутствует на иудейской церемонии в синагоге в кельне 19 августа 2005 года вот он восседает его действия говорят давайте объединяться я покажу что я имею что я иду в ногу со всеми мы все одна большая счастливая семья обратите внимание на эту фотографию это классика март 2006 года кардинал Каспер он занимается экуминизмом держит в руках толмуд вместе с равеном шарлопом в университете эшива бруклин нью-йорк они вместе держат толмуд толмуд в котором о иисусе написаны ужасные вещи настолько ужасные что я не осмелюсь произносить их здесь я вырезал их из лекции они слишком страшные как две религии могут держать эту книгу вместе уму непостижимо 4 декабря 2007 года католический священник Джером Листецкий глава епархии в штате Висконсин празднует хануку в обращении к присутствующим евреям он сказал сегодня вечером я здесь с вами как друг я разделяю нашу общую уверенность в том что мы вместе сможем посвятить себя на труд в деле достижения свободы и взаимного уважения идти в направлении света освещающего наш путь он здесь обращается не к мессианскими евреям он обращается к иудаизму в целом к чему мы приходим мы соблюдаем одинаковые праздники у нас одинаковые ожидания это все очень странно Ратцингер пишет о литургии и обновлении поклонения цитата в благочестии ветхого завета мы находим двойное разделение времени одно определяется недельным ритмом который движется в субботе а второе определяется праздничными днями даже в распределении времени христианство сохраняет глубокое внутреннее единство с еврейским наследием великие праздники которые являются основой религиозного года являются праздниками Христа праздники посвященные святым с давних времен служили частью христианского года вся сущность иудейской Пасхи присутствует в христианской Пасхе здесь они связывают все праздники в одно целое и собираются соблюдать их они правы и в то же время ошибаются в 7 ежегодных иудейских праздниках в образах и прообразах Пасха 14 нисан распятие день распятия это был агнец без порока ни одна кость которого не было надломлена это было образом смерти Христа на кресте распятие на следующий день был праздник пресноков 15 нисана этот пресный без закваски хлеб указывал на его тело и являлся образом Христа в могиле праздник первых плодов 16 нисана воскресенье все эти праздники могли выпасть на любой день если конечно вы не садуке и в противном случае вы будете праздновать праздник 16 нисана в день после субботы но фарисеи поступали не так итак для садукея этот праздник всегда был в воскресенье для фарисея этот праздник мог попасть на любой день недели в зависимости от появления молодого месяца это две разные секты садукеи верили в буквальное исполнение пророчеств об Израиле точно как люди верят в это сегодня фактически их система вероучения просто настолько идентична с современной системой что волосы стоят дыбом и когда они позже объединились то со временем затерялись между самарянами один самарянин Саймон Мейгас пробрался в Рим и стал придворным волшебником Нерона я не буду продолжать о нем вернемся к нашим трем праздникам значение всех трех праздников уже нашло свое исполнение во Христе поэтому если я соблюдаю эти праздники я тем самым показываю что я еще ожидаю их будущего исполнения я не могу соблюдать эти праздники потому что они уже исполнились во Христе четвертое Шавлот праздник дарования Тор из шестого Сивана впоследствии Пятидесятница 49 дней спустя выхода из Египта был дан закон и был излит дух чтобы засвидетельствовать что исполнение этого только в Иисусе Христе то Святой Дух это сила проповедовать Христа даже тогда она уже исчезла или нет или на протяжении столетий эта весть была проповедана так или нет конечно же да конечно же она была проповедана реформация проповедовала об этом Христа проповедуют еще с тех времен этот дух не исчез тогда если я соблюдаю этот праздник то я еще ожидаю излития Духа Святого который даст мне возможность проповедовать Мессию в силе и славе но он уже давно пришел поэтому я могу делать это сегодня мне не нужно соблюдать этот праздник в ожидании что оно когда-то произойдет все они уже исполнились во Христе следующие три праздника немного сложны и нам понадобится больше информации я посвятил им целую лекцию но сегодня поговорим о них вкратце в двух словах скажу что последние из череды праздников нашли свое исполнение в последней вести обращенной к миру стоящему на краю праздник труп первого тишлея предвестник суда движение второго пришествия которое провозглашает что настал час суда оно имеет особое пророческое исполнение которое мы не будем рассматривать в этой лекции шестое день искупления это суд предшествующий пришествию десятого тишерея это то время в которое мы живем сейчас оно находит свое исполнение в стиле жизни в подготовке к пришествию Господа потому что так говорят прообразы время подготовки к пришествию Господа это то о чем провозглашал Иоанн Креститель та же самая весть обращена к современным людям как еще одна весть Илии седьмой праздник кущей пятнадцатого тишерея это надежда на пришествие ожидание Христа но они уже были исполнены где в Библии сказано что нам необходим литургический календарь который содержит в себе еврейские праздники заметьте что сказано в послании Колоссяна Колоссянам 2 14 истребив учением бывшее нас рукописание которое было против нас и он взял его от среды и пригвозил ко кресту здесь говорится о рукописаниях о церемониальных законах отняв силы у начальства властей властно подверг их позору восторжествовав над ними собою и так никого да не осуждают вас никто да не осуждает вас за пищу или питье или за какой нибудь праздник или новомесяч или субботы это слово здесь во множественном числе и относится ко всем этим святым ритуальным дням которые были частью церемониального закона 17 текст это есть день будущего то есть указывает на мессию а тело во христе они все исполнились во христе обратите внимание значение предписанных рукописаний в послании колоссянам имеющие отношение к церемониальному закону часто изменяются и толкуются как запись о долгах которая как бы пригвождена ко кресту но фраза говорит о предписанных рукописаниях которые были против нас эти предписания это постановление а не запись о долгах предписания которые были против нас это церемониальный закон это не может быть записью о наших грехах потому что для искупленных записи об их грехах удаляются только после дня искупления а для потерянных после тысячелетнего царства царства Христа итак эта запись о грехах это современная теология но Библия говорит о предписанных рукописаниях церемониальных праздниках которые указывали на мессию который будет взят от земли во второзаконе сказано возьмись книгу закона эти рукописания и положи ее одесную ковчег завета господа вашего не в ковчег вместе с 10 заповедями но отдельно от закона и она там будет свидетелем против тебя эти рукописания были против нас это церемониальный закон в послании кевсянам сказано точно так же упразднив рожду плотью своею а закон заповедей учением в своей плоти он упразднил тот закон дабы из двух создать в себе самом одного человека устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста убив вражду на нем и придя благовествовать мир вам дальними близким евреи и язычник вместе а церемониальный закон указывающий на Христа упразднен восемнадцатый текст потому что через него и те и другие имеем доступ к отцу в одном духе что говорит Даниил пророчество Даниила в девятой главе двадцать седьмой текст а в половине седьмины прекратится жертва и приношение современная теология отбрасывает этот текст далеко в будущее Даниил относил ее к мессии а последняя неделя то есть семь лет три с половиной года это служение Христа проповеди Евангелия затем Христос умирает еще три с половиной года это Евангелие проповедуется проповедуется исключительно для евреев а в половине седьмины прекратится жертва и приношение система жертвоприношений пришла к концу цитата весной тридцать первого года нашей эры Христос как истинная жертва был принесен на кресте когда Христос воскликнул на кресте совершилось завеса в храме разодралась на две части эта завеса была очень важной для еврейского народа завеса была сделана из самой дорогой ткани пурпурного и золотистого цвета а также имела большую ширину и высоту когда Христос сделал свой последний вздох в храме были свидетели того как невидимые руки разодрали прочную тяжелую ткань сверху и для нашего греховного мира стало знамением того что для павшего человечества был открыт новый и живой путь и что все жертвоприношения закончились приношением одной великой жертвы Сына Божьего чего же мы ожидаем храма чтобы система жертвоприношений была введена в действие снова чтобы она указывала на мессию который уже давно пришел да в этом нет смысла желанием Христа было оставить своим апостолам повеление которое восполнит их нужду которое послужит их освобождению от ритуалов и церемоний которые они выполняли до сего времени как нечто важное а принятие Евангелия лишило ритуалы этой силы продолжать исполнять эти ритуалы является оскорблением в адрес Яговы мы должны вкушать тело и пить кровь Христа не только во время вечеря но и ежедневно чтобы вкушать хлеб жизни удовлетворить голос голод души а это может быть достигнуто только посредством принятия его слова и исполнения его воли Христос отложил церемонии в сторону а важное место заняла вечеря Господня для празднования его слова и его воли пребывая в Коринфе Павел имел причину для серьезных опасений он хотел вернуться назад обратно он хотел сказать давайте делать как евреи но что произошло с ним ничего не вышло давайте посмотрим на современную тенденцию согласно которой мы не можем говорить слово Иисус по причине процесса ее дозирования нам необходимо обратиться к еврейскому языку мы должны вернуться к корням поэтому нам необходимо говорить Иешуа вместо слова Иисус или даже Яшуа но вызовет был написан на греческом а не на еврейском откуда мы знаем это 1 Иоанна 1 Иоанна 1.38 Иисус же греческое слово Иесус обратившись и увидев их идущих говорит им что вам надо они сказали ему рави это еврейское слово но еврейский не был широко распространенным языком ведь говорили на греческом что значит учитель дидаскалас учитель где живешь где живешь здесь библия цитирует еврейское слово и сразу же дает его перевод на греческий так на каком же языке был написан новый завет на греческом потому что они должны были понимать что если они используют еврейское слово они должны сразу же перевести его для греческого читателя если бы мне нужно было проповедовать вам сегодня на языке африканс вы бы ничего не поняли если бы не было перевода для вас на родной язык тогда на каком языке будет звучать эта лекция если бы мне пришлось переводить ее на английском и он 1 41 он первый находит брата своего симона и говорит и говорит ему мы мы нашли мессию еврейский мессияс что значит христос 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 арамейское арамейское слово потому что для тех кто не говорит на арамейском но на греческом сразу же нужен перевод что значит камень петр петрос это на греческом а на русский переводится как камень точнее маленький камешек на каком же языке это было написано на греческом и она 9 7 и сказал ему пойди умойся в купальне силаам это еврейское слово что значит посланный апостелло он пошел и умылся и пришел зрячим когда встречается еврейское слово оно имеет перевод на греческий если это армейское слово оно также переводится на греческий Павел постоянно использует иисус и кристос даже в своем послании к евреям почему же он не говорит иешуа когда писал к евреям почему он говорит иисус почему он не говорил иешуа месиас почему он говорил иисус христос ибо если бы иисус навин доставил им покой здесь употребнул слово иисус то не было бы сказано после о другом дне итак в библии последовательно используется греческая форма когда я еду в польше над дорогой повешен баннер на котором написано профессоры вальтаре вайски и я предполагаю что это я потому что так будет звучать мое имя на польском если верно и хорошо перевести с еврейского на греческий тогда разве нельзя хорошо перевести на английский или еще на какой-нибудь другой язык конечно же можно вот еще удивительная вещь новый завет был написан на коине греческом вы знаете какой это был греческий язык это был греческий простых людей простых людей поэтому позже греческие ученые сказали что этот язык слишком просторечный давайте мы переведем его на классический греческий таким образом они потеряли все нюансы всю типологию все хиазмы в конечном итоге их классические переводы исчезли и остался только греческий перевод коины и когда Бог решил пробудить людей и дать им свое слово снова он использовал Мартина Лютера и сказал Лютеру пойди и переведи Библию это было нелегкое задание на какой язык он переводил немецкий вы думаете немецкий нет немецкого тогда еще не существовало существовало множество диалектов вокруг поэтому Мартин Лютер имел не только важное задание перевести Библию но ему также необходимо было создать слова всем понятные слова он практически является основателем литературного немецкого языка хохдойч увидеть отличие между немецким и его диалектами совсем не тяжело даже если вы не знаете этих языков как только вы услышите вы сразу поймете что это совсем разные языки пойди в подвал и принеси мне ведро картошки вот так это будет звучать так звучит это предложение на немецком однако на одном из диалектов оно будет звучать совсем другим образом звучит как два совсем разных языка не так ли но бог сказал я хочу чтобы они все могли понять писание поэтому Мартин Лютер соединял все эти нюансы и написал их на таком языке который был понятен для всех Тиндаль сделал то же самое Кренмер архиепископ заплатил за это свою жизнь он принес великую библию в церкви а рядом с ней поставил чтеца чтобы даже необразованные могли слышать слово божье на их родном языке когда бог поднимает движение он использует язык тех людей понятие о том что мы все должны стать учеными еврейского языка чтобы быть спасенными является глубоко ошибочным не существует спасения по знанию еврейского в последние дни эта аномалия стала моей любимой и так нет спасения по рождению в определенной группе нет спасения по родословной нет спасения по произношению нет спасения по генетическому составу нет спасения по произношению по еврейскому языку совершенно нормально говорить Иисус Христос или говорить Иезус Христос или говорить Йесес Христос все это совершенно нормально и естественно давайте посмотрим к чему ведет это учение оно становится Я не уверен, что вы знаете этого человека. Его зовут Герберт Армстронг. Он является основателем движения англо-израэлитов. Он написал известную книгу под названием «Соединенные Штаты и Британия в пророчествах». Одной из основных пророческих книг является книга Даниила, он говорит. Даниил писал во время и после вторжения и пленения Иудейского царства халдейским царем Навуходоносором. Но Израильское царство было захвачено и порабещено еще задолго до того, как все люди были переселены из Палестины. Вот что он пишет. Они были перевезены в качестве рабов в Осирию и дали указанные даты. Потом он утверждает, что это произошло за 117-133 года до написания Даниилом его книги. Задолго до написания книги Даниила большинство сирийцев и тех израильских рабов мигрировали из Древней Осирии на Северо-Запад в направлении Европы. И как далеко они ушли на Северо-Запад и где поселились, не было известно. Они стали называться потерянными десятью коленами. Но сегодня мы знаем, кто эти колена. Удивительно. Наконец-то. Мы знаем, кто является Израилем и куда дошли эти колена. Он хочет сказать нам об этом. В третьей главе он говорит об обещанном национальном величии Израиля. Но евреи никогда не получили его. Почему? Мы читаем на священных страницах, что все обетования Израиля Божьей, усыновления и слава принадлежат исключительно Израилю. Но мы поставлены перед поразительным фактом, что наши белокожие англоговорящие люди, хотя они и не евреи, они унаследовали национальные и буквальные стороны тех обетований. Как же это могло произойти? Итак, он смотрит на славу самых влиятельных наций, которые не являются буквальным Израилем. Это белая раса. Это кресло коронации Британской империи. На этом кресле коронуют монархов. Оно было сделано по заказу короля Иуда Эдуарда I. Вот так оно выглядит. Под креслом есть небольшое пространство, где положен вот этот вот камень. Предположительно, он был перенесен в Британию Еремий, согласно словам Армстронга. Мы знаем, что в Библии история Еремии не объяснена полностью. Мы не знаем, что произошло с ним, но Армстронг говорит, что знает, что произошло с ним. В конце концов, он оказался с этим камнем в Англии. Вы знаете, что поражает больше всего? Этот камень, это тот самый камень, на котором Яков преклонил свою утомленную головушку. А сегодня на этом камне отдыхают утомленные британские монархи. Представьте себе такое. Удивительно. Существует столько прений по вопросу этого камня, потому что шотландцы заявили, что это наш камень, а англичане говорят, что нет, это наш камень. Королева была очень добра, и в 1996 году британское правительство решило, что если камень не задействован в процедуре коронации, то он должен храниться в Шотландии. И 15 ноября 1996 года, после специальной процедуры на границе, этих государств камень был возвращен в Шотландии и доставлен в Эдинбургский замок, где он остается до сегодня. Кто знает, откуда у Британии такие милитаристские амбиции? Очевидно, тот факт, что обетование о великом народе относится только к нации, не к одному семени, о котором сказано в Галатам 3.16, и которым был Иисус Христос, Сын Авраама и Сын Божий, но к многочисленному семени, родившемуся по плоти. Это подтверждается повторением этого обетования снова и снова и с большими деталями. Обратите внимание и поймите эти обетования. Знаете, что вы, сидящие в этом зале, возможно, вы потомки израильтян, и вы можете обрести спасение только лишь потому, что родились от этого народа. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен, и поставлю завет Мой между Мною и Тобою, и весьма-весьма размножу Тебя». Ты будешь отцом множества народов. Значит, израильские народы – это не только те, кто живут в Палестине, поэтому мы все работаем вместе. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет имя тебе Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов. Потом в 4 главе он говорит о подделении права первородства от скипедра. Он пытается объяснить, как вышло так, что есть буквальный Израиль и прочий Израиль. Он говорит о духовных обетованиях, обетованиях об одном семье, о Христе и о спасении через Него. Это Библия называет, по его словам, скипедром. Но материальные и национальные обетования, относящиеся ко многим нациям, национальному благостоянию, процветанию и власти, а также правовладения Святой Земли – все это в Библии названо правом превосходства. Значит, с его точки зрения у нас религия власти, «И нам нужно заявить о правах на обетование, а мы не отстаиваем их. Пробудитесь, белые европейские нации, восстаньте, возьмите ваше наследие, оно ваше, пасите народы железным жезлом», – говорит Армстронг. Право первородства – это то, что является правом человека по рождению. Оно никак не связано с благодатью, то есть незаслуженным прощением и бесплатным подарком. Благодать не является правом. Право первородства связано с рацией, а не с милостью. Это фантастическая теология. Она включает в себя всю первую фазу великолепных Божьих обетований и данных Авраама. Пожалуйста, не забудьте то, о чем говорил с первой части лекции, где мы уделили значительное время размышлению о том, что обетование – это да и аминь во Христе и только в Нем. Однако в теологии этого человека обетования рассматриваются в отрыве от множества библейских текстов. А это ведет к огромному искажению библейской истины о спасении. Оно включает в себя всю первую фазу великолепных Божьих обетований и данных Аврааму. Это наследие властью и авторитетом всемогущего Бога безоговорочно гарантирует многочисленность населения, неслыханные богатства и материальные ресурсы, национальное величие и мировую власть. О, это фантастика! Мне нужно стать частью этого Израиля, чтобы получить кусочек этого большого пирога. И люди, к сожалению, верят этому. Поверьте мне, в это верят миллионы. А что же пророк Исаия говорит об этом? Он говорит, разделю дом Израилев на двое. Книга Исаия 8.14. «И будет он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля». Для обоих домов Израиля. Петлею и сетью для жителей Иерусалима. В Библии нет ни одного из различий, которые приводит Армстронг. Оба дома называются Израилем. Нет Иуды и Израиля. Такое разделение не является библейским. Христианская надежда заключается в Божьем Царстве. 2 Петра 3.11.13. «Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Нет такого понятия, как царство по соблюдению обычаев. Эти люди заставляют миллионы людей запрыгнуть на эту популярную платформу диспенсационализма. «Новая земля для Израиля» — это самая чудная теология на свете. Только послушайте. Существует много доказательств того, что белое англоговорящее население современной Британии и Америки фактически по праву рождения являются коленами Ефрема и Монасий, потерянным домом Израиля. Однако в этой книге мы уделим им всего лишь небольшую долю внимания. Послушайте дальше. Еврейское слово «завет», по его мнению, в англицированной форме будет звучать «брит». На еврейском оно звучит «берит». А словосочетание «человек-завета» или «люди-завета» будет звучать «бритиш». Разве это случайное стечение обстоятельств, что настоящие люди-завета называют себя «бритиш», то есть британцами, и обитают на «бритиш-айлз», то есть на британских островах. Значит, если по счастливому совпадению обстоятельств вам довелось родиться от англосаксонских родителей, то у вас уже есть готовый билет на небо. Национальное благосостояние и процветание. Нужно всего лишь родиться британцам. Да, мы Божий избранный народ Израиль. Задумайтесь над тем, что это означает. Мы избраны не для привилегий, несмотря на то, что мы пренебрегаем Богом, а для служения, которое мы не выполнили. Открыв свою истинную национальную принадлежность, мы должны кричать от радости, мы должны покаяться и обратиться к Богу, и начать кампанию с использованием всех средств массовой информации, чтобы предупредить людей и призвать Бога в искренней и чистосердечной молитве о божественном избавлении. У нас сегодня проблемы лишь потому, что мы забыли, что мы – это Израиль. Мы должны проснуться. Все это спасение без Христа. Семикратное наказание вскоре грядет на народы Америки и Британии. Это то, что в пророчествах названо временем скорби. Это будет самым страшным и сильным наказанием и временем тревог, которое когда-либо выпадало на долю человечества. Это ужасное и тяжелое наказание является всего лишь необходимой исправительной мерой для наших народов. Просто осознайте, кто вы на самом деле. Вы – Израиль, и все будет в порядке, потому что тогда вы сможете сказать «Господь, благослови меня и излей на меня в свои обетования, данные Израиля». И вуаля! Ваши проблемы решены. Вот так выглядит идея британского израилизма. Вот еще одна группа. Они говорят «Нет, это неправильно, не может быть». Их название – Мичпа Лефтьон. Мы верим в следующее. Я не буду зачитывать все подряд. Апостольский символ веры, включая абсолютную божественность и центральность Яхшла. Итак, они верят в Мессию. Они также верят в непогрешимость Библии. Они верят в боготхуновенность Библии от Яхвы. В книгу под названием «Оливковая ветвь». Они отвергают лепет харизматического типа. Они верят в то, что Рауха Кодеш является женского пола. Эти еврейские имена нужно произносить правильно, иначе не спасешься. Иначе не спасешься. Она является... Рауха Кодеш является небесной матерью. Итак, Дух Святой женского пола. Они отвергают такие языческие праздники, как Рождество, Пасха и Хэллоуин. Все эти вещи, которые вызывают у людей интерес. Они верят в спасение по вере. Служение Христа как Искупителя. Они отвергают истинного существования одной истинной церкви. Они верят в существование всемирного тела Мессии. Они также верят в восхищение после времени скорби, во время которого дети первого воскресенья будут восхищены, чтобы встретиться с Яшуа, когда он вернется на землю, чтобы привести всех в свое тысячелетнее царствие. А потом они возвращаются с ним на землю, чтобы царствовать здесь. Они то идут, то возвращаются, то идут, то возвращаются. В их служении имеют право участвовать женщины. Это довольно открытое движение. Они верят в бессмертие души. Они также завидают, что 10 потерянных колен на самом деле не потеряны. Ведь семя Авраама разбросано по всем нациям, хотя и сконцентрировано в основном в Северной Европе. А их колонии пока отрицают заявление движения англоизраэлитов. Итак, они не верят в идею англоизраэлитов. Они считают, что каждый является частью Израиля. Вы только подумайте, они собираются построить 12 городов укрытий последнего времени, чтобы пройти через время бедствий и достичь тысячелетнего царства. Тогда им надо спешить, время близко. Это поразительно. Вот что изменилось. Оставили соблюдение в воскресенье и начали соблюдать в субботу. Поэтому множество людей идут к ним. Они придерживаются исходных имен божества. Эл-Охим, Яхве, Яшуах, Хруах, Хакудеш и так далее. Они отвергают концепцию вечного наказания, вечного ада в пользу универсализма. Если бы у меня был выбор, я бы присоединился к ним. Потому что они говорят, что все спасены. В этом смысл универсализма. Вам не нужно быть британцем, чтобы быть спасенным. Вы можете быть спасенным, независимо от того, кем вы являетесь. Они отвергают республику Израиль, как восстановленный библейский Израиль, потому что мы все являемся его частью. Они верят, что Руах Хакудеш, Хакудеш, это по сути семь небесных матерей. Вы знали об этом? По их мнению, существует семь небесных матерей, и Святой Дух, это семь женских духов. Я всегда говорю так. Мария зачала от Святого Духа. Если Дух Святой представляет женский пол, то он должно быть столкнулся с большой проблемой. В действительности, Святой Дух мужского пола. Их миссия в том, чтобы вернуться в Древний мир, собрать всех вместе, насадить эти семена истины, и собрать остатки потерянных колен Израиля. Белые нации Европы и Африки являются истинным Израилем. Это Пастер Ниссер. Сначала он имел отношение к британскому движению израилитов. Он говорит о происхождении и судьбе белой расы. Он задает вопрос. Знаете ли вы, что Авраам, Исаак и Яков не были евреями? Прочитайте об этом в этой книге. Он развивает эту идею иудейско-израильского разделения. Цитата. С приближающимся вторым пришествием Христа Израиль придет к истинному возрождению, будет наполнен Святым Духом и Иисусом Мессией, как своим Господом. Он обратно вернется в мир, приведет мир к состоянию совершенной гармонии с Богом. Англосаксонские, германские и кельтские нации являются нынешними потомками 12 колен Израиля. Израиль должен услышать. Итак, здесь мы наблюдаем спасение по недостатку пигментации. Исходя из вышесказанного, вам необходимо быть белым, чтобы спастись. Хотя народ Израиля занимает центральное место в видениях пророков относительно посреднего времени, если мы это центральное место отдадим евреям или церкви, или им обоим, то мы не будем знать, как прочитать показания компаса. Матвея 15, 24. Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Итак, ссылаясь на этот текст, он заявляет, что спасен только Израиль, никто другой, потому что Мессия был послан только к Израилю. Автор цитирует Матвея 15, 24. Для подтверждения такого заявления. Это его доказательство. А доказательством того, что только белые люди составляют Израиль, я думаю, высосано из пальца. Приглашаю вас прочитать весь этот отрывок из Библии. Он очень интересен. Матвея 15, глава 21, 28. Только не забывайте о тебе мышления еврея. Даже после своего воскресения Иисус должен был побуждать Петра идти к Корнелию. Потому что Петр все еще был достаточно высокомерным и не имел никакого желания иметь чего-либо с язычниками. Поэтому Бог дает ему видение, чтобы убедить его пойти к Корнелию. Итак, таков тип мышления его апостолов. И мы не хотим иметь ничего общего с этой нечистой расой. Итак, Иисус идет. И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Представьте себе, как далеко Иисус идет пешком. Он проходит всю территорию Израиля. Даже если он шел с севера, он идет к Тиру и Сидону. Это длинное расстояние. А здесь проживают язычники. И вот женщина-хананьянка. Она ведь нечиста. О, ужас, это хананейка. Выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он отвечал, не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили ее, «Отпусти ее! Потому что кричит за нами!» Она нечиста, давайте избавимся от нее! Иисус же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Пастор Нисерк цитирует этот текст и утверждает, что спасение только для Израиля. А все другие народы не имеют права на спасение. Вы знаете, что некоторые люди заходят так далеко и говорят, что если вы не белокожий, то вы вообще не человек. Вы животное. Это довольно грубо, но это еще не предел. Теперь у вас два творения. Первое творение, когда Бог творит человека по своему образу, это Израиль. А также существует и эволюция в результате действия, в которой появляются остальные животные. Теперь мы имеем Бога Творца и Бога эволюции. И причем все это вперемешку. Чтобы различить их, вам следует иметь правильное произношение и использовать еврейские имена Божества. А люди разного цвета кожи, все они потеряны. Такое существует мнение у этих людей. Иисус отвечает своим высокомерным апостолам и говорит, «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля». Извини меня, Господи, но почему ты пришел в Тирисидон и встречаешься с хананьянкой? Иисус продолжает. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «В чью пользу он дает следующий ответ?» «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Чья это теология? Спросите у садукеев, и вы узнаете, чья это теология. Все остальные – это псы. Хананьянка сказала, «Да, Господи». «Но и псы едят крохи, которые падают со стола, Господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». «И исцелилась дочь ее в тот же час». Кто является потерянными детьми Израиля? Это Хананьянка, которая поверила в Него, как в своего Искупителя, своего Бога и своего Мессию, и она поклонилась Ему. Он же принял ее такой, какая она есть. Какая она отменная религия. Релье вывернула наизнанку и применила все к себе на основании человеческого мнения. Вот группы, которые заявляют, что они являются потомками потерянных колен. Много небольших групп претендуют на свое происхождение от десяти колен. Это такие группы. Бней-Эфраим, маленькое племя на юге Индии, Бней-Менаше, северо-Индии, эфиовские евреи, персидские евреи, евреи Игбо в Нигерии, также считают себя потомками потерянных колен. Племя Лемба, Южная Африка, дом Израиля в Гане. Итак, есть черные израилиты, есть также белые израилиты, существуют англо-израилиты, а также много других групп, которые считают себя потомками израильтян. Это полная, полная путаница. Пуштуны утверждают, что происходит от последнего колена. Народ циан из северно-западного Китая. Сегодня существует довольно большое количество людей, которые придерживаются древней традиции того, что они потомки, и они живут в Афганистане, некоторые племена в Западной Африке, евреи Игбо в Нигерии. Итак, что это? Спасение по самоопределению. А вот черные сыны Израиля. Королева этого движения однажды посетила мою лекцию. Это удивительная личность. Она очень образована, очень умна. Она пригласила меня посетить их. Это движение основано на концепции, что библейские израильтяне имели кожу темного цвета, которую просто называют черной. Еврейские израилиты верят, что они происходят от семитской группы, которая, в свою очередь, происходит от 12 сынов Якова. Таким образом, они являются прямыми потомками библейских израильтян по крови и семени. Пожалуйста, не подумайте, что спасение по недостатку пигментации это единственная форма религии в этой местности. Здесь мы наблюдаем спасение по обилию пигментаций. На этой карте показано, как эта народность пришла в Африку. Они прошлись по всей Африке. И причем темнокожие считаются последним коленом Израилевым. Это одно из их вероучений. Следующее – племя Растафари. Некоторые Растафари верят, что черные расы являются потерянными израильтянами. Они толкуют Библию и утверждают, что Хайли Селаси – это вернувшийся мессия, который должен был ввести людей африканского происхождения в обетованную землю полного освобождения и божественной справедливости. Существуют такие представители племени Растафари, которые верят, что они евреи через потомков Растафари и Хайли Селаси. Растафари является потомком Соломона и Шеабы, то есть царицы Савской, через Менелика. И так они построили полное генеалогическое дерево, и они верят, что именно эти люди являются потерянным коленом. Это черная раса. Только эта черная раса пойдет на небо и никто другой. Наиболее загадочной личностью на планете тогда является Белый Растафари. Такое существует, они существуют в действительности. Извините меня, но если вы хотите быть спасенными по цвету кожи, тогда хотя бы присоединитесь к какой-то из этих групп. Спасение по цвету кожи нет смысла. А это его высочество, император Хайли Селаси. Многие считают его прогрессивным человеком, а некоторые даже считают его воплощенным Богом. Вы можете увидеть президента Южной Африки. Он черный. Он приглашает молодежную организацию африканских еврейских израилитов под названием «Избранные первые плоды» принять участие в конференции. Они заняли основное место в конференции, организованной движением морального обновления на восточном мысе ЮАР в 2005 году. Итак, мы имеем черных израилитов, белых израилитов, много разных народов, заявляющих «Мы избранный народ Божий». Я хочу сказать вам, что это обман высшего порядка. А союз всех этих движений в один конгломеративный винегрет, где нет значения, кто является Мессией, Иисус или какой-то национальный герой, который придет и спасет мир, все это просто не соответствует Библию. Это не библейское учение. Нам необходимо вернуться к Библии. Ковчег Завета считается самым святым христианским памятником. Он находится в Эфиопии. Вы знали это? Никто его не видел, но он находится там. Он находится в этом здании. И вы должны знать это здание, в котором хранится ковчег Завета, которого никто никогда не видел. Галатам 3, 29. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Вы имеете индивидуальную ответственность перед Богом, независимо от цвета вашей кожи, расы, вероисповедания, национальной принадлежности или чего бы то ни было. Вы спасаетесь Христом и только Христом. Царство Божие не придет приметным образом. Вы можете держать свой взгляд направленным на Израиля сколько вам угодно. И пока вы будете наблюдать, когда все будут говорить «мир и безопасность» и будут продолжать строить свое царство, внезапно придет пагуба. Мы либо во Христе, либо нет. И мы все имеем права, равные права в вопросе спасения. Христос говорит «всякий», «всякий» – это одно из ключевых слов Библии. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» – Матвея 11, 28. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» – Матвея 18, 11. «И духи невесты говорят «прииди», и слышавшие да скажут «прииди», «всякий жаждущий пусть приходит», и «всякий желающий пусть берет воду жизни даром». Давайте соберемся вокруг единственного Спасителя мира. Он единственный, кто может сделать возможным наше воссоединение через отношение Завета с Богом, потому что все обетования в Нем. Да и Аминь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ